Общаться по телефону с неизвестными 65-летний житель Кировского района начал в середине октября. Первой ему позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства. И спасти их можно, спрятав на так называемом безопасном счете. Ваши счета продали сотрудники банка по сторонним лицам. Я сейчас вас свяжу с Центробанком. С Центробанком связал, вот она, Анна Владимировна, вышла, со мной начала объяснять. Через вашу карту произошло 8 незаконных операций, они были не завершены. Банк их, как, тормознул операцию, 8 этих операций. Чтобы обезопасить счет ваш в дальнейшем, вам надо снять все наличные. Следуя инструкциям, пенсионер отправился в банк. Обналичил 2 миллиона рублей, после чего в торговом центре перевел по указанным реквизитам 500 тысяч. Отправку остальных денег прервал оперативный сотрудник уголовного розыска Саратова. Подошел к банкомату, она говорит, вот, приложи телефон. Я приложил, положил деньги 500 тысяч. Здесь ко мне подошел сотрудник, остановитесь, остановитесь. Ну, она мне здесь, ты уходи, закрывай и уходи. Ну, я, понимаете, в растерянных чувствах, я закрыл счет этот и отошел. Не догнал сотрудник, начал объяснять. Мужчина рассказал, что зимой прошлого года едва не стал жертвой мошенников. Схема развода была такой же, но тогда он, как говорится, вовремя очнулся. Ну, вот, второй раз я вот на эту удочку попал. Потому что они мне прислали удостоверение сотрудника банка. Звонил сотрудник следственного управления. Он мне назначил на сегодня встречу на улице Григорьева. Сегодня в 13.30 я должен был к нему прийти. Он позвонил, говорит, раз операция не закончена, приходить ко мне не стоит. По телефону мошенники могут представиться кем угодно. Сотрудникам Центробанка, представителям госуслуг, силовых структур. Призываем граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо финансовые операции. Помните, что так называемых безопасных счетов не существует. Не нужно обналичивать деньги, либо брать кредит и отправлять их на указанные счета, либо номера телефонов. Безопасный счет – это кошелек мошенника. Эллада Обжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.